Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психолог, исследователь и мастер техники дыхания Роман Карловский. И мы сегодня говорим об энергетике отношений между мужчиной и женщиной. Очень актуальной темой. И у Романа очень интересный взгляд свой на эту тему, что энергетика отношений это как раз та недостающая, главная такая вещь. Деталь в отношении. Даже не деталь, я бы сказала, база. Я бы назвала это базой, которая упускается и, возможно, психологами, или не придается этому какого-то значения. Поэтому мы и решили сегодня посвятить нашу сегодняшнюю программу именно рассказывать об этой базе, и зная о ней, зная о том, как всё это работает, можно правильно выстраивать свои отношения. Итак, это энергетические центры, которые являются базой чакры нашего организма, то есть нашего физиологического тела, и энергетики наших отношений. Итак, давайте пойдём тогда начнём с самого первого энергетического центра. Что происходит? Прямо коротко, по каждому, с историями и примерами, Роман. Да, давайте по чакрам пройдём. Зона копчика – Муладхара чакра. И этот центр отвечает за способность выживать. Агрессия – это центр, который, скажем так, он позволяет нам держать хорошо в форме нашу физиологию, физическое тело. Да, и если в отношениях, мы смотрим состыковку по Муладхаре, по нижней чакре. А мы смотрим прям, вот давайте теперь отношения. Да, по отношениям. То мужчина, он должен, он должен давать вот этот вид энергетики по Муладхаре, женщине, он отдаёт по Муладхаре, ей выживательный вид энергетики. То есть, это построить дом, это защитить. То есть, если женщина чувствует от мужчины, что он её способен защитить в какой-то критической ситуации физически, то она чувствует то, что у него есть этот вид энергетики. А это как раз таки низ Муладхара. То есть, это вот прямо основа, действительно, дом, семья, базовые потребности, есть жильё, где жить, есть на что жить, то есть, средства для обеспечения, хороший дом, хороший материальный доход. Материальный доход, это немножко уже третья чакра. А, ну мы не будем тогда перескакивать. Да, здесь имеется в виду о том, что женщина, глядя на мужчину, чувствует, что он сильный, он может её защитить прямо сейчас. Да, про деньги ещё пока нету речи. Но это первое, на что обращается самка, условно говоря, женщина. То есть, это та широкая спина, за которой будет спокойно, надёжно, хорошо, и она может с ним провести остаток своей жизни, родить ему детей, и она будет уверена в том, что у неё будет крепкая, хорошая защищена, и она, и дети. Да, естественно. Так, если мужчина этого не делает, то? Ну, естественно, это не привлекает уже с первого раза. Но с первого взгляда это уже неинтересно. То есть, получается, Роман, вот если первая встреча между, допустим, парнем и девушкой, вот, и что, это должно быть прочувствовано девушкой уже на первой встрече, или как? Все девушки чувствуют это от мужчины, все. Если это нормальная девушка, да, то она прочувствует, ну, способен ли мужчина, с которым она сегодня общается, её защищать. А вот то, что современные девушки очень стремятся, ну, во все века, в общем-то, стремились там родители выдать своих дочерей за состоятельных мужчин, да, которые способны защитить, да, создать крепкий тыл. Это основа выживания, по сути. Это основа выживания, да. То есть, не стоит современных девушек упрекать в том, что они вот такие охотницы за принцами на белом Мерседесе. Тут, опять же, работает закон выживания. Если мужчина сильный, если мужчина успешный, если мужчина богатый, то потомство этой девушки, самки, да, будет обеспечено, и она будет тоже обеспечена. Вот, если мужчина неуспешный, да, больной, да, физически слабый, то нормальная самка, ей будет это неинтересно, потому что он не сможет ни защитить, ни обеспечить, ничего не сделать. Она просто за него всё будет делать. Естественно, это нагрузка и выживательная... А если пожалеть, да, эти вот... Ведь многие женщины жалеют таких мужчин. Жалеют. И вступают с ними в брак. Вступают в брак, пожалуйста, но просто, опять же, с точки зрения выживания, это неэффективно. То есть, энергетически это будет просто минус. Вот и всё. То есть, какой-то перекос пойдёт. Да, просто жалость, она дорого стоит в этом плане. Хорошо. Вы сказали о мужчине, энергетике мужской. А женщина, что здесь должна дать мужчине на этом уровне? Женщина должна принять. Вот. Какие проблемы с этим? Женщина может не принять. Например, мужчина привёл её в однушку. То есть, в однокомнатную квартиру? Да, да. Всё, дорогая, мы будем тут жить. Вот. Это его проявление муладхары. Вот тебе жилище, вот тут ты будешь жить. А женщина смотрит и говорит, что-то мне не хочется однушку где-то за МКАДом. Я не хочу тут жить. То есть, для меня это не является надёжным средством защиты? Она просто... Я не чувствую себя тут защищённой. Да. То есть, она не принимает это и всё. А это хорошо или плохо? Ну, как... Нет, хорошо, плохо. Либо они договорятся на этом этапе, либо нет. То есть, для какой-то девушки это будет прекрасным вариантом, да? Однокомнатная квартира, недалеко от Москвы, да? Всё относительно. Разные люди, разные запросы, да. А для какой-то девушки, скажем, фу-фу-фу. Вот. А по сути, мужчина, он исполнил своё обязательство. Он привёл самку к себе в жилище. Или он, если нет жилища, он построил сам. Соответственно, это будет его проявление защиты. Так, хорошо. То есть, вот это базис, такое основание. И если это есть, то тогда можно идти дальше. Да. Так, следующий центр. Следующая девушка, допустим, приняла, зашла в однушку, приняла его энергетику, да. Говорит, окей, классно. Она её поднимает выше, из зоны копчика до чуть ниже пупка. То есть, в следующий энергетический центр. Да, на следующий энергетический центр она поднимается, трансформируется уже в другой вид энергии. Тут уже женщина даёт. Что это за центр? Это центр удовольствия и центр репродуктивной функции. Сексуальная энергетика там находится. И, соответственно, женщина уже даёт ему вот этот вид наслаждения. То есть, мужчина должен тоже принять у женщины. То есть, испокон веков считалось, что женщина, она является источником наслаждения для мужчины. Это должно быть красиво, должно быть сексуально, должна быть такая-такая-такая, грациозная, мягкая, вкусная, пушистая. Женственная, да? Женственная, да, вот это всё, да. Вот это всё – это второй центр, который она должна дать. Вот если она грубая, если она там не мягкая, там… Ну, такая мужественная, более мужественная. Да, да, то вот этот вид энергетики, ей нельзя наслаждаться, как вот мужчины подтвердят, да, то, что хочется женщиной наслаждаться, да, смотреть на неё, пробовать её на вкус. Да, это нормальная функция природная. И получается, что женщина по этому центру даёт мужчине. А мужчина же должен принять, то есть это… Да, он её должен принять. Вот. И он может не принять. Может, не так мне станцевала. Лежишь не так. Надо, типа, чтобы ты не лежала там, да, во время занятий любовью, там, а что-то делала, да. Иди учись. Он может, конечно, её пойти научить, да, вот это всё, чтобы то, как ему надо, да, то есть её раскачать. Так же, как и женщина может зайти в однушку и такая, о, дорогой, ну, я тебе сейчас столько энергии дам, да, сексуальной, что ты потом трёшку купишь. И он поднимается в социуме и покупает трёшку. Ну, тут надо дальше уже смотреть взаимодействие. Вот. Получается, что женщина даёт ему определённый вид энергетики и наслаждения. Если женщина не даёт на этом этапе мужчине… То есть, смотрите, Муладхара, там мужчина даёт. Да. Да, да, женщина должна принять. Второй энергетический центр женщина даёт, мужчина должен принять. Социуме, да. Если женщина не даёт в полном объёме, то что происходит с мужчиной, какие его действия? Чаще всего мужчина идёт налево. Угу. Да, он идёт добирать этот вид энергетики и на стороне. То есть, все измены, они кроются вот здесь, как раз. Ну, если энергетики не хватает, то да. И тогда женщина должна об этом подумать. Именно женщина. Почему? Потому что, вы знаете, это такой очень острый вопрос. Женщины всегда говорят, а почему я? А почему он ничего не делает? Что если мужчина пошёл налево, виноват только женщина. Вот как? Да. Они какие соблазны современного общества не имеют? И соблазны, но тогда женщина должна превосходить эти соблазны. Понимаете? То есть, тут такая тема, что, вот смотрите, мужчина – это ресурс, да? Это ресурс. Деньги, статус, защита, да? Так. А его женщина, она владелец этого ресурса. Но есть другие самки вокруг них, как бы. И получается, что этим ресурсом хотят завладеть и другие самки. Поэтому, как бы, не стоит расслабляться после того, как, там, вы вышли замуж и уже всё. Нет. Раскачали этого мужчину, да? То есть, на начальном этапе. Молодец, прекрасно. Да, и всё. Ну, а дальше булки нельзя расслаблять, потому что ресурсы заберут, он просто уйдёт. Опять же, чем… А так и чаще всего и бывает. Да. И, как бы, первые жёны обижаются на то, что, вот, я его сделала, я его вырастила. Нет, нет, виновата женщина, по большей части, на самом деле. Вот в этом, на этом этапе виновата женщина. Да, конечно. То есть, надо быть очень внимательной. Надо быть так, чтобы она конкурировала по энергетике с окружающими самками, которые тоже пытаются отхватить этот ресурс. То есть, была конкурентоспособна. Обязательно должна быть конкурентоспособна, конечно. Иначе, рано или поздно… Опять же, мы возвращаемся на природную выживательную функцию. Значит, не выживаешь, всё. Выживательная функция слабая. Не выдержала конкуренции. Не выдержала конкуренции, всё. У кого-то более мощная тема. То есть, на первом этапе мужчина может не выдержать конкуренции, и женщина может идти к другому. Да. Потому что ты мне даёшь не те ресурсы. Да, ресурса мало, да. А на втором этапе… Да. Так, хорошо, третья. Третья. Допустим, она его удовлетворила, всё, ему всё нравится. Он эту принял энергетику и, естественно, её поднял выше. И уже третий центр, это Манипура, это уже подарки. Подарки, шуба, машина там. То есть, мужчина должен дарить. Да. Да, это тоже нормально. А женщина должна принимать. А женщина должна принимать. То есть, если женщина не принимает по третьей чакре, то, естественно, она говорит, ты мне серьги не те купил, мне надо с белого золота, ты мне серебра купил, я вообще не ношу. Ты мне не даришь цветы. Ты мне не даришь цветы. То есть, ей не хватает вот этого канала коммуникации, вот этой энергетики по третьей чакре. Ну, естественно… Я же тебе всё даю, да? Да, он может всё давать. А, она всё по второй чакре даёт, да, всё. Он ей наслаждается, но ничего не дарит. Ну, смотрите, как интересно. Так. То есть, но не вознаграждает её за этот её трудный старание. Он использует. Да, он её забирает, но не трансформирует в материю. А должен, да? Ну, это нормальная функция энергетическая, да, человек. Ну, мужчина. То есть, мужчина как бы должен, ну, своего рода, такую благодарность за это женщине выказывать внимание. Это трансформированная энергия, женская энергия, которую она ему дала. И на этом этапе, то есть, опять мужчина с женщиной меняются местами. Женщина может найти другого мужчину, который будет дарить прекрасные подарки и покинет этого своего товарища. Может, и покинет, а может, женщина будет ему давать тоже часть сексуальной энергетики, которую… То есть, заведёт себе друга на стороне с любовником. Так, следующий, очень интересно. Следующий центр. Теперь идём выше. Допустим, у них всё хорошо, у нашей пары, да, условно говоря. Вот, он ей дарит, дарит правильные серьги, машину подарил, ей всё нравится. Вот, по манипуре. Помогает, по дому, может быть. То есть, это уже могут быть и какие-то другие. По дому, это, да, это тоже нижние, нижние центра, и третий тоже. Так. Ну, когда быть на ла, когда есть деньги в семье, да, то и по дому там и помощники есть, да, помощницы. Хорошо, так. Теперь, женщина приняла подарки, всё кайфует, и она эту энергетику от мужчины должна поднять выше на уровень анахаты, область сердца и трансформировать, давать ему уже такую более тонкую женскую любовь. То есть, снова меняемся местами, женщина даёт. Женщина даёт панахате. Это то чувство, когда вот это женское тепло. То есть, от женщины можно, мужчина может что взять? Секс, да, грубый, а может взять у неё тепло женское. Вот это вот реально женская теплота, забота, внимание, вот это вот. Сердечность, душевность. Сердечность, вот это панахате. Вот, если у неё такого нет, то, соответственно, он её подарки дарит, 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 а она чёрствая, бессердечная, меркантильная. Но у них всё хорошо в интимной жизни при этом. Но может быть всё нормально по второй чакре, да. Но здесь нарушение идёт. А здесь по анахате нет коннекта. Он тоже может пойти на сторону и найти себе какую-нибудь вот ту женщину, которая ему будет это давать. То есть, идеальные отношения, интимные, это ещё тоже не, скажем так, гарантия прочного брака, прочных отношений? У многих пар по низам есть стыковка по нижним чакрам, а по верхним нету. Абсолютно. Тогда тоже измены. Да, тоже измены. Говорить не о чем, например. Мы ещё выше пройдём. Так, хорошо, следующее. Дальше. Наша пара, допустим, у них всё хорошо. Всё, теплоту получает. А теперь мужчина принял энергию и поднял выше. Мужчина всё объясняет. Меняем местами. Да, он ей всё объясняет о том, как, что нужно делать, как мир устроен. И вот есть такая поговорка, да, женщина, типа, любит ушами, когда ей много чего рассказывают, объясняют, с ней ведут диалог. Есть же такое, да? И вот это как раз-таки любит ушами, ей важно, чтобы ей много что рассказывали, говорили, объясняли. Соответственно, вот этот вид энергетики по вишудха чакре. И когда женщине очень приятно, она чувствует стабильность и больше ещё уверенности, когда мужчина очень много знает и рассказывает. А когда мужчина говорит ей слова любви по этой чакре? И это всё туда же, да. Всё, что относится к диалогу, да, к приятному диалогу, да. Все испокон веков также любили женщины, когда мужчины им пели, стихи читали, вот это всё. Конечно, сиренады под балконом. Сиренады под балконом. И какие-то, ну, посвящали какие-то там, не знаю, речи женщине, да, или просто рассказывали им много о чём. Но есть же такие мужчины, которые как раз этим и, знаете, как вам сказать, обольщают женщин, когда, теперь уже по вашей схеме, остальные чакры не задействованы, да. Когда вот можно очаровать женщину словами и тем самым обмануть её. Можно, вообще можно легко, или есть мужчины, у которых очень сильно раскачано вишутха чакра, они очень классно язык подвешен, да, а суть дела доходит по низам, а нету. То есть должен быть баланс. Посмотрите-ка. Говорит хорошо, а снизу ничего не работает. Ну, или, да, или там не дарит подарки, или не выполняет функцию самую первую, да. Естественно, конечно. То есть он ей наобещал всего, наговорил, нарисовал розовую картину. И ничего не, да. Ну, ничего не сделал, дома не построил, да, так сказать, дерево не посадил, а уж дорожили. Да, это уже перекос, естественно. Это перекос. Все должно быть в балансе, все чакры должны быть у нас сбалансированы. Ну, допустим, нашей паре всё хорошо, всё, он её очень классно. Так, идёт в следующий центр, да. И всё объясняет, и много говорит прекрасных слов. Женщина принимает это, да, и поднимает энергию выше, на уровень аджны чакры. То есть это тот самый третий глаз. Это тот третий глаз. Это глаз женский, получается. Это женский глаз, да. Женщина отдающая, мужчина принимающая. Женщина ещё может тоже по Вишутхе не принять. Да, конечно. Допустим, наша пара приняла. Всё. И тут получается очень интересная штука. То, что женщина интуитивно очень много чувствует. Очень многие женщины подтверждают тот факт. У меня на курсе, на занятиях говорят, что да, действительно, мы много чего видим и понимаем. Чувствуем, сказать не можем. Вот что. Так. А здесь мужчина, например, идёт куда-то на сделку, едет куда-то на сделку, да, к какому-то там подписыванию договора. Ну, на работу или так далее. Какое-то важное совещание. И женщина его, если у неё всё хорошо, у них есть резонанс по... То есть это вот та самая женская мудрость и интуиция. Да, интуиция. Она как говорит, то у тебя сегодня там с партнёром надо быть поаккуратнее, он тебя может типа кинуть. Вот. А он говорит, объясни, не могу объяснить. А у неё же это принимающая, она говорит, я не могу объяснить, я вижу. Но я чувствую. Чувствую, да. Вот. И он может принять, может не принять. Он может прислушаться к ней и будь аккуратным с партнёром, да, аккуратным. И, соответственно, его пронесёт. А может сказать, а чушь ты лепишь, мне тут нагородила чушь. Да ну тебя вечно ты там... Вечно ты там что-то придумывал, да. Боишься и придумываешь. Боишься и придумываешь. Она чувствует, он её не послушал, да, не принял её, да, по энергетике. Пошёл и встрял. То есть проблемы. Хорошо. И последняя чакра, потому что у нас не так много времени до окончания передачи. Седьмой центр. Допустим, он её выслушал, всё чётко сделал. То есть он слушает её, она хорошо интуитчик, он прислушивается к её интуиции. Да. Да, да, да. То седьмой центр – это то, что он даёт ей освобождение или некий такой вот... Седьмая чакра – это у нас миссия, да, и сверхмиссия наша вот эта на планете. И, соответственно, это то, знаете, вот это вот понятие – женщина следует за мужчиной, и он покоряет этот мир. И вот он даёт ей вот эту вот энергетику, что ты за мной везде следуешь, и у тебя ты получаешь всё. Это жёны правителей? Это вот как жёны правителей, да. Президентов, богатых людей? Женщина чувствует, что от него вот такую вот энергетику, да, что он идёт по великой миссии, да, в этом мире, и, соответственно, я за ним иду, куда вот он идёт. Но в этой миссии и большая доля, простите, её труда, которую она вложила на предыдущих центрах. Да, но, естественно, он по верхней, по седьмому центру, он видит, куда идти, она это чувствует, он ей это дело передаёт. Она это чувствует интуитивно, и она за ним следует. То есть это та уверенность женщины, что за своим мужчиной я иду, идут наши дети, наша семья, и он нас выведет на какие-то вершины. Да, то есть это крепкая семья, это здоровая семья, здоровые дети, и счастливые дети, и семья, и развитие, да, то есть это такое движение вверх. Да, может и не чувствовать по седьмой. Ну, понятно, таких примеров у нас много. Ну что ж, то есть вот это в идеале вот так должно быть. Скажите, как достичь, вот, ну, или приблизиться к этому идеалу с помощью дыхания, буквально две минуты? Тут всё очень просто. Для того, чтобы вот с этим работать, и чтобы выровнять и достичь вот этой гармонии, изначально нужно работать с собой. Мы эти вещи делаем на дыхательных практиках, да, то есть на дыхательных тренингах. Мы сначала нужно начать работать с чакрами, нужно их прочувствовать. Это всё мы делаем на своих курсах, на занятиях. И если вы пришли работать в паре, то есть если пара пришла на базовый курс, то вся пара проходит вот эту вот... От начала до конца. От начала до конца синхронизацию. Вот, поэтому я всегда говорю, нужно с парой. Примеры вот счастливых вот таких пар на вашем, на вашей памяти? И у моих клиентов? Да, у ваших клиентов. А как я их объясню? Нет, у вас были такие счастливые? Да, естественно. Пишли пары с проблемами, а ушли счастливые. Да, у меня были случаи, я сейчас расскажу один просто случай яркий. 30 секунд. Пришла женщина, она сказала, что хочет привезти мужа, она привела мужа. Мужа, у него была зависимость, там определенная зависимость. Они вместе прошли курс, у него ушла зависимость, и они, у них отношения стали очень крепкие, и муж начал расти по карьерной лестнице. И потом в итоге они купили себе жилье, ну недвижимость. Прекрасно. Совместно вот так вот синхронизировались. Слушайте, ну это самый, мне кажется, самый лучший пример и самый такой оптимистический итог нашей сегодняшней программы, потому что есть пример, есть цель, к которой можно стремиться, то есть это все реально, учитывая то, что ваши практики все, они именно практические, они основаны на жизни. Именно практика, да. Поэтому спасибо вам сегодня за этот очень такой интересный взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Я думаю, что это просто стоит все зафиксировать, выучить, наверное, напечатать себе и просто держать на столе, не знаю, там на тубочке рядом с кроватью, чтобы постоянно читать и знать и помнить об этом. Ну что, спасибо вам огромное, Роман, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Очень приятно. Приходите к нам еще. Дорогие друзья, ну что ж, итак, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, все это решаемо при помощи энергетики отношений и дыхания. Помните об этом, а еще о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны. До свидания, до встречи через неделю, и обязательно будьте счастливы.